Итак, мы с вами в студии программы подробностей. Сегодня у нас в гостях, как уже было объявлено, Александра Викторовна Перехватова, начальник Главного архивного управления Рязанской области. Александр Викторович, звучит так вот, Главного архивного управления, как-то тихо, шуршаще. Но я знаю, что у вас настолько там бурная деятельность в Главном архивном управлении. И более того, давайте начнем с того, что ваша отрасль, правильно я говорю, вот видите, научился, сейчас готовится к юбилею грядущему. Ну да. Начнем с этого. Что это будет? Ну вы знаете, дело в том, что, ну как сказать, у нас как-то принято, что юбилей вроде с круглой датой, да, с кругленькой там циферкой, но у нас 95 лет. Но в нашей стране, вы знаете, так стремительно идет жизнь, что 95 лет – это для сегодняшнего нашего стремительного века очень много. Потому что в каждой отрасли свои, как говорится, нюансы. Но у нас можно даже, вот как вы говорите, при нашей деятельности, можно год за три, а то и больше. Вот. Поэтому мы считаем, что это большой юбилей. У нас даже два юбилея. Мы считаем, что несмотря на то, что нет таких вот, ну знаете, документов, которые прямо вот отсчитывают, как у нас привыкли, решено, да, вот такого у нас нет по архиву государства. У нас есть государственный архив Рязанской области, казенное учреждение, им будет 130 лет. Вот мы так, у нас получается двойная дата. Но вся отрасль – 95 лет. 10 января 1919 года был назначен первый, ну так скажем, вот начальник по тем временам главного архивного управления, да, по другому названию, ну принцип тот же был. Это был Степан Дмитриевич Яхонтов, он очень известный такой наш краевед, историк, исследователь, очень интересный человек. Да, да, да. И вот он как раз, у нас яхонтовские чтения, вы знаете, традиционно проводятся, вот он как раз был первым человеком, который от счета его назначения, мы считаем, что и архивная служба была действительно службой. Архив, конечно, был раньше организован, не как даже само по себе вот такое помещение, но когда начали упорядочивать документы и поняли, что наши предшественники поняли, что надо документы хранить. И на сегодняшний день в Государственном архиве Рязанской области хранится самый поздний срок, то есть я имею в виду поздний с нашей стороны, 1380 год. А ну и до сегодняшнего дня, да, вот у нас с 14 века. И сразу могу сказать, я проехала вот для того, чтобы сейчас у нас очень серьезные, мы с вами еще, я думаю, об этом сейчас поговорим, очень серьезные грядут перемены в нашей отрасли. Сейчас вот мы 95 лет отметим, и у нас пойдет дальше уже, как говорится, движение вперед. У нас мы просто очень хорошо к этому и серьезно готовимся. Я проехала 4 региона. Я проехала, посмотрела архивную службу Воронежской, Курской, Белгородской и Пенсинской области. Почему именно сюда? Потому что там работают очень творческие люди, ну и, как говорится, области примерно наши. Ну, Белгородская немножко отличается от нашей, только потому что у них получше бюджет, да. Но, тем не менее, области примерно наши. Так вот, я вам сразу скажу, таких богатств, как в нашей Рязанской области, в региональных архивах, только в 4 регионах России. Все остальное, вот такого плана, да, они хранятся в Москве, в федеральных архивах. Но могу сказать, что буквально 29 апреля мы проводили очередной этап обучения, в данном случае, глав администрации муниципальных образований. Все были главы. И мы показали им уникальные документы. У нас есть 4 уникальнейших документа в государственном архиве, которые стоят в федеральном реестре, хранятся у нас. А может, когда-нибудь мы тоже приедем, посмотрим? Конечно, конечно. Даже вот руки будем за спиной держать. А нет, зачем? Мы перчатки дадим. У нас все как положено. Как интересно. В белых перчатках. И главам дали разрешение, они в перчатках аккуратненько все потрогали. Как интересно. Это же раритеты, которые, ну, еще как следует, татаро-монгольские иготы не скинули. А у вас... Да, 1380, вот самый нижний порог. Очень интересно. Вот. И второй момент, это вот исторический, если смотреть вариант. А второй вариант, это, конечно, судьбы людей. У нас хранятся документы по личному составу, личному происхождению. Также мы на сегодняшний день, несмотря на то, что муниципальные службы... Почему мы их называем службами? Потому что в разных районах они называются по-разному. Где отдел, где сектор. Они находятся непосредственно в штатном расписании самих муниципальных образований. Но по методической работе, по отрасли они работают непосредственно с нами. И вот 29 и 30, в конце этого месяца, мая, мы будем проводить традиционную коллегию. Мы запланировали ее в прошлом году. У нас очень хорошо прошла расширенная коллегия. Это ваше юбилейное событие. Да. И оно приурочено к юбилейному событию. И таким образом у нас пройдет, с одной стороны, наша учеба традиционная. А с другой стороны, мы, естественно, отметим праздник. Ну, заранее поздравлять не буду. Но мы, я думаю, что вам... Я думаю, что надо приехать. ...информационную поддержку окажем. Спасибо. Самый шок, тем более это очень интересно. Скажите еще, пожалуйста, вот мы с вами говорили о документах, которые еще с древнейших каких-то времен. Вот вы сказали, что судьбы людей. Это, значит, сейчас может каждый человек, проделав определенную работу, выяснить свою эту очень модность сейчас генеалогической древой, посмотреть... Да, Петр Анатольевич, я могу единственное, что вам сказать по этому поводу. Вы знаете, это действительно, ну, правильно, вы сказали модно. Да, это действительно очень правильно. И люди действительно хотят узнать, а кто жил был до них, в их судьбе, в их семье. Грузите. Да, ну, могу сказать, что вот последнюю генеалогию, которую мы сделали, мы дошли до 1623 года. У человека вот так вот сложилось, документы сохранились. Но у нас есть одна очень серьезная вещь, которую мы пока на сегодняшний день не можем решить вот именно глобально. Дело в том, что запросов очень много. У нас есть по решению этой проблемы два варианта. Первый вариант – это люди пишут нам. Но у нас очень большая очередь, и это могут делать не все архивисты. Это надо быть действительно, ну, архивистом-историком. То есть это у нас, вот если в нашем архиве говорить, в государственном, то это могут делать, ну, где-то 7-8 человек, которые могли бы делать такие серьезные генеалогии. Знаете, я однажды попробовала посмотреть вот в интернете, назовите фамилию, имя, отчество, там, когда родились, и вам все нарисуют. Без проблем, нарисуют. Даже из царкой семьи могут нарисовать. Мы, конечно, делаем все достоверно, все с копиями, там, с документами такими, которые можно снять. Мы делаем копии, а те, которые уже невозможно снять, мы делаем записи из них, да, делаем это мы все, да. Но это очень кропотливый труд, очень. И у нас самая главная проблема заключается в том, что у нас нет оцифровки. У нас подлинники. И второй вариант. К нам записывается в читальный зал. Вот я сейчас буквально приехала, мы его отремонтировали, сейчас мебель туда подбираем. В читальном зале, в очередь, правда, людям тоже приходится постоять, но без обиды люди приходят, ждут своей очереди и ищут сами. Они, конечно, до такой глубины и ширины, как наши архивисты, сделать не смогут не потому, что они не умеют, а потому что это очень сложно, это очень большой объем. Да, кропотливейший. Да, кропотливейший. И очень, но тем не менее, тем не менее, люди сидят, находят, очень радуются, когда кого-то найдут. Там ведь свои нюансы. Когда-то в определенные годы не было фамилий. Потом надо знать, кто были дворовые, кто кем. То есть в основном, конечно, Петь, я вам так скажу, в основном, конечно, крестьяне, в основном. Но все равно очень интересно. И у нас вот варианты такие есть. На сегодняшний день мы вот сейчас работаем с Министерством промышленности по этому поводу. Нам нужна оцифровка. Если мы сделаем оцифровку метрических книг и ревизских сказок... Все изменится. ...в первую прям как раз очередь. Потому что мы вот все остальное потерпим. А вот это нам надо. И тогда мы сможем, как говорится, вот я посмотрела в Курске, оцифровочный центр. Если вот мы буквально на этой неделе будем встречаться с Михаилом Владимировичем Прониным, это министр промышленности наш, Рязанский. Вот, хотим посмотреть, как нам все-таки выйти из этого положения. И тогда мы бы сделали целый отдел, и, как говорится, можно было бы уже делать это на, так скажем, более широкой основе. И второй момент, конечно, это платная услуга, потому что это исследование. Работа с работой, да. Да, это тематический запрос. Но при этом, если бы мы, как говорится, могли это дело осуществить, то, конечно, и архив бы мог зарабатывать на развитие своего же учреждения. Это было бы очень неплохо. А еще я вам хотела бы сказать, что ведь на свете все хранятся метрические книги, независимо от района. То есть даже если это человек, который хочет сделать генеалогию, живет в Ермишинском, в Кадымском, ну, я просто дальнее называю там Сарайевском, все равно это только у нас. То есть в районах этих документов нет. Ясно. Была бы оцифровка и было бы... Было бы проще, и можно было бы, да. Потому что оцифровка, я смотрела, как ее делают. У нас есть определенная дорожная карта по этому поводу, мы ее сделали. Я посмотрела плюсы и минусы, специально ездила. Но, правда, единственный такой из региональных архивов, такой центр вот в Курской губернии. Но я могу сказать, что мы, может быть, такой большой нам и не надо было бы на первых порах, но потихонечку, я думаю, что мы будем на этом настаивать, чтобы у нас это было. Большое спасибо. Я напомню нашим зрителям. У нас в гостях была Александра Викторовна Перехватова, начальник главного архивного управления нашей области. Всего доброго. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова